В столице 16 часов вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Добрый день. Субтитры предоставил DimaTorzok Работу Акимов будут оценивать по-новому. Об этом на совещании по улучшению качества жизни в стране заявил глава правительства. Основным критерием оценки станет динамика перехода семей из категории кризисной в благополучную. Другими словами, повысил качество жизни граждан, повысил и свой KPI. Для этого на основе платформы цифровая карта семьи будет проводиться постоянный мониторинг и анализ благосостояния всех казахстанских семей по пяти категориям, начиная от экстренного и кризисного уровней до удовлетворительного и благополучного. По информации пресс-службы правительства уже есть результаты, которые получили хорошие отзывы от ООН и других международных организаций. Таким образом, перед Акимов стоит задача сократить число семей в кризисных и экстренных категориях до 31,2 тысяч до конца года. Больше пяти с половиной тысяч чрезвычайных ситуаций и ЧП произошло в Казахстане за полгода. Бригады МЧС страны спасли и эвакуировали 70 тысяч человек. Вызволять людей приходилось из снежных заносов на трассах, затопленных домов и пожаров. Для эвакуации населения при паводках использовались понтонные мосты, самолеты и вертолеты. Из зон бедствия этой весной спасатели вывезли 120 тысяч казахстанцев. Ведомство намерено совершенствовать механизмы эффективного и оперативного реагирования на ЧАЭЦ. Установлен ежедневный мониторинг зон, где возможен сход оползней и селей. В четырех воинских частях укрепляют материально-техническую базу для готовности к экстренным вызовам. Для спасателей закупят свыше 10 тысяч единиц пожарно-технического оборудования и спецтехники. Приобрели самолеты и пять вертолетов. Строится 20 новых пожарных депо и уникальный модульный пожарный комплекс общежития. За счет профилактики в отопительный сезон удалось снизить не только количество пожаров, но и число погибших, отмечают в МЧС. За первые полугодия по стране снижена гибель граждан на 15%, количество пожаров на 11%. По линии пожарной безопасности проверено свыше 11 тысяч подконтрольных объектов. Выявлено порядка 85 тысяч нарушений к административной ответственности, привлечено 12 тысяч лиц. С апреля продолжаются сели опасный период. На учете министерства находятся 614 сели опасных и 412 оползнеопасных участков. За ними проводится ежедневный мониторинг, а также аэровизуальные и наземные обследования. В Казахстане открыты новые маршруты для автомобильных перевозок. Запускают их в рамках ратифицированного соглашения с Китайской Народной Республикой. Уже организована тестовая транзитная перевозка из Китая в Европу через Казахстан и Каспийское море. Благодаря изменениям в правилах удалось исключить человеческий фактор при выдаче разрешения на перевозку грузов. Казахстан уже обменялся бланками разрешения 42 странами мира. В целом, объем экспортно-импортных перевозок автотранспортом в международном сообщении составил 3,8 миллиона тонн. Реконструкцию четырех трасс общей протяженностью почти 2000 километров завершат до конца года. Это участки Караганда-Алматы, Талдыкорган-Усть-Каменогорск, Катырау-Астрахань и Актобе-Кандагаш. Об этом сообщили в Министерстве транспорта. Ведомстве отметили, что сегодня по республике ремонт идет на 12 тысяч километрах автодорог. Из них 8 тысяч километров республиканского значения. В этом году также планируется завершить строительство автомобильного туннеля на перевале Шахпак-Баба в Туркестанской области, путепровода на станции Шамалган и моста через Бухтар-Минское водохранилище в Восточно-Казахстанской области. К нам присоединяется Лязат Стамгазиев, он официальный представитель Министерства транспорта. Здравствуйте, Лязат. Добро пожаловать в нашу студию. Скажите, пожалуйста, масштабные дорожные проекты реализуют сейчас в Казахстане. Дорожными работами охвачено 12 тысяч километров. Это рекордный показатель для страны. И если с республиканскими трассами все понятно, там все более-менее хорошо, то как обстоят дела с местными дорогами? Про них не забыли? Здравствуйте, Динара. Да, вы очень правильно отметили, что вообще сейчас очень важно отметить, что у нас в стране, скажем так, самый пик дорожно-строительного сезона. В целом сезон у нас в Казахстане достаточно в связи с климатом короткий, буквально 6 месяцев. Поэтому можно сказать, что дорожники, дорожные организации, подрядные организации работают 24 на 7 буквально круглосуточно в две смены. Насчет местных дорог. Вы очень правильно отметили, в целом у нас 12 тысяч километров – это полный охват. Из них 8 тысяч километров – автодорог республиканского значения. И 4 тысячи километров – это у нас местные дороги. Местные дороги, в целом, они, конечно, очень важно отметить, что они в компетенции у местных исполнительных органов, то есть у акиматов. Но я могу отметить наиболее количество дорог, охваченных на местном уровне – это у нас Западно-Казахстанская область, Павлодарская область, Восточно-Казахстанская область. В Казахстанской области – это вообще у нас год дорог, как объявил местный акимат. Поэтому на самом деле дорожно-строительные работы ведутся как на местном уровне, так и на республиканском. И в целом очень важно, наверное, отметить, что в этом году у нас очень много таких неких новшеств в сфере. К примеру, вот вы сами сказали, что практически 2 тысячи километров дорог у нас оснащены работами по реконструкции. То есть это когда мы уширяем дорогу, и дорога будет такая большая, четырехполосная, очень комфортабельная для езды. И вот когда начнутся работы по благоустройству этой дороги, мы начнем использовать материалы казахстанского производства. То есть дорожники перейдут на 100% казахстанское содержание. К примеру, криволинейные брусья, которые позволяют обеспечить безопасность на дороге. Они обычно устанавливаются посередине и дают возможность встречным потокам машин не столкнуться, скажем. И вот эти криволинейные брусья, условно, они будут использованы корметовские. Это вот металлургический комбинат. И в целом все материалы, как лакокрасочные, дорожные разметки, дорожные знаки, все остальное тоже будет, скажем так, made in Kazakhstan и использовано тоже у нас. А в каких регионах в основном сейчас идут работы? Дороги, в целом, дорожно-строительный сезон ведется практически везде. Как я сказала, у нас сезон очень короткий. Допустим, где-то он может длиться дольше. Допустим, в Мангстаусской области, в Туркестанской области сезон будет длиться дольше в связи с климатом, потому что там потеплее. А вот если брать север, то там достаточно короткий период. Например, вот Акмолинский регион, да, буквально по соседству, Карагандинская область тоже, там будет очень короткий сезон. Вот, кстати, насчет Акмолинской области, вот, к примеру, дорога Кокшетау-Петропавловск, это платная дорога, но на самом деле она не соответствует никаким требованиям безопасности и комфорта, потому что, ну, если вдруг вы по этим дорогам ездили, то знаете. Не планируется ли расширение там? Вы не владеете такой информацией? Смотрите, в целом в этом году, и вот я говорила про новшества, мы в этом году охватили средним ремонтом, то есть определенные дороги, к примеру, Узкимногорск, Семей, Карагандак и Каролинск, да, вот дорога на Шалкар, которые, они все охвачены средним ремонтом, через БРК, Банк развития Казахстана. В этом году 2,5 километра дорог, в следующем году 4,5 километра дорог мы оснастим. Для чего мы это делаем? Если сравнивать вот средний ремонт и реконструкцию, средний ремонт, он нам обойдется условно дешевле в 7 раз по сравнению с реконструкцией, но в то же время это позволит, скажем так, в ускоренном режиме просто улучшить дорожное полотно. Поэтому я предполагаю, что на той трассе, которую вы назвали, также проведут средний ремонт и она станет значительно лучше для езды. А кадров достаточно? Потому что в одном из выпусков мы говорили, что вот как раз-таки в дорожной отрасли не хватает квалифицированных инженеров, и на их подготовку даже выделили гранты, да, на самом деле, но они остаются неиспользованными, эти гранты. На самом деле, вы очень правильно отметили, да, у нас есть дефицит кадров, это одна из таких, скажем, системных основных проблем дорожно-строительной сферы. Полторы тысячи специалистов нам не хватает. Как я и говорила, есть ряд причин. Сезон условно короткий, да, очень тяжелая работа. Допустим, в Казаларде так вообще приходится укладывать асфальт в 45-градусную жару. Сама машина, она дает как бы тоже, это большие градусы, очень жарко. Но с профильными министерствами проделана большая работа была в течение прошлых двух лет, и с этого года выделено порядка тысячу грантов для молодых специалистов, для того, чтобы их привлечь в сферу. Нельзя пока говорить, что они не использованы, потому что мы только запустили, только как бы начались конкурсные процедуры, поэтому я думаю, что к сентябрю все станет очень даже известно по использованию этих грантов. А заработные платы там, это якобы тоже один из факторов. Да, на самом деле имеет место быть, но заработные платы надо понимать. Условно, если это водитель-грейдерист, специалист, который водит асфальт-укладчик, например, это большие машины, это очень трудоемкая такая работа, то они могут получать от миллиона и выше. Там зависят от квалификации, как и во всей сфере условно. Ну да, действительно, как и во всей сфере. Во всех сферах спасибо большое, Лязат, за то, что пришли в нашу студию, ответили наши вопросы. Лязат с намгази, официально представитель Министерства транспорта страны, была гостем нашей студии. В Казахстане с начала года зарегистрировали больше 10 тысяч аварий. В них погиб 981 человек. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. В профильном ведомстве отметили, что значительный рост по количеству ДТП и травмированных связан с изменением критериев учета. Ранее в него включались только происшествия, в которых люди получили вред здоровью с обязательным медицинским подтверждением. Основная причина аварии – это низкая дисциплина водителей. С начала года выявили почти 6 миллионов нарушений правил дорожного движения. 12 тысяч человек задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде. Зарегистрировано еще 5000 фактов выезда на встречную полосу движения. При строительстве комфортных школ особое внимание будут уделять функциональности и безопасности образовательной среды. О ходе реализации проекта говорили на совещании в правительстве под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра. Для учащихся начальных и старших классов в новых зданиях предусмотрены отдельные блоки. За счет внедрения современных технических средств усилят безопасность школьников. Среди задач застройщиков – создание безбарьерной среды для детей с особыми потребностями и обеспечение школ современными предметными кабинетами. В Казахстане модернизируют тысячу школ. К новому учебному году столько же оборудуют специализированных кабинетов. Об этом рассказали в Минпросвещении. Они предназначены для углубленного изучения естественных наук, робототехники и других дисциплин. Особое внимание уделяется инклюзивному образованию. Ожидается, что меры сократят разрыв между городскими и сельскими школами. В новом учебном году за парты сядут больше 370 тысяч детей. В стране активно продолжается прием заявлений на зачисление в первый класс. Сейчас кампания завершилась в Акмолинской, Алматинской, Житасусской и Павлодарской областях. Расширяется сеть специальных образовательных организаций. Количество школ, где созданы условия для инклюзивного обучения, увеличилось на 88%. А охват детей центрами специальной психолого-педагогической поддержки достиг 80%. Разработаны дополнительные требования для создания условий для инклюзивного образования. Больше 90 детских библиотек открыли в Казахстане в этом году. Всего функционирует больше 6000 объектов. В стране реализуется программа «Детские библиотеки». Какие изменения ждут юных читателей, расскажет Гульнара Хасан. Амаль Софиулина посещает библиотеку три раза в неделю, читая девочка с раннего возраста. Именно тогда родные заметили одаренность ребенка. В три года Амаль буквально за несколько дней запомнила алфавит и начала читать по слогам. Я научилась читать в три года. А кто научил? Бабушка. Я прочитала уже больше ста книг. Сначала читаю Гарри Поттера, а потом смотрю фильм. В первом фильме все как в книге было. Совпало? Да, совпало. А во втором фильме тоже совпало все. У Амаль синдром Аспергера. С таким диагнозом дети могут разговаривать, воспринимать и анализировать информацию. Но испытывают сложности в общении со сверстниками. Зато книги для Амаль стали лучшими друзьями. Родители прикладывают все усилия для раскрытия потенциала дочери. Она сейчас многого не назвала, но, например, если дома я спрашиваю о какой-то книге, она может назвать фотообложки и даже издательство книги. То есть она настолько хорошо помнит с детства. Часто говорит идиомные, которые она получила, например, или прочитала когда-то в книге. И эти идиомы очень может легко объяснить. Красиво излагает мысли, очень правильно строит предложения. То есть это уже как навык у нее был до того, как она пошла в школу. Библиотека стала любимым местом и для Миланы Нажитпаевой. В дни каникул она почти каждый день проводит здесь. Тут очень много интересных книг, комиксов, маленьких, больших, на казахском, на всех языках. Мама иногда часто очень говорит, что словарный запас пополняется, вот что-то типа такого. И я читаю не из-за этого, а причина, что мне просто нравится это делать, читать разные книги. О пользе книг говорят и психологи. Они позволяют развить воображение, память, а также способность критически мыслить и анализировать информацию. В цифровую эпоху, когда видео и аудиоконтент в социальных сетях вытеснил книги, возродить любовь к литературе особенно важно, считает психолог Гульмира Муканова. Век информации, когда можно в гугле просто забить любой вопрос, да, и вы получите на него ответ. Такие быстрые, так скажем, запросы и быстрые ответы, они в нашем головном мозге не нужны развития мозга. У нас, нейропсихологов, есть такое правило. То есть каждый день новое движение и каждый день новая именно сложная информация, которую мозг будет обрабатывать, с которой он будет работать в течение дня. А не так, что написал, получил ответ и забыл. То есть мы должны получать, как сказать, инсайты с книг и в течение дня их обрабатывать, чтобы наш мозг постоянно работал. Меньше страдают люди альцгеймерам, те, которые активно читают каждый день. По словам библиотекаря с многолетним стажем Галины Сбоевой, в последнее время читающих школьников становится больше. Правда, вкус у современных читателей изменился. Сейчас немножко вкус поменялся. И дети сейчас любят читать фэнтези, комиксы, детские детективы, ужастики. Но, тем не менее, я бы хотела сказать, что и классика не ушла в прошлое. Потому что, допустим, «Сокпакпаев» тоже пользуется большим спросом. Также пользуется спросом Ауэзова, Абайжавы, и на русском языке, и на казахском языке. Яркие иллюстрации, интересный текст. Именно это цепляет юного читателя. Особый интерес вызывают произведения, по которым уже сняли фильмы. Зная это, детский писатель Сауле Дожжан мечтает экранизировать собственное произведение «Миллионеры Заула», где она создала образ юного героя современности. Книга Бердебека Сокпакбаева «Меня зовут Кожа» о жизни детей послевоенного времени. Я, как автор, мечтала написать для детей, рождённых в независимом Казахстане, показать путь нашей Родины через такого же ребёнка, как мои читатели. Мой герой, мальчик Жумарт, растёт в рыночных условиях, и это наша реальность. По моей задумке, миллионер вышел из Аула, добился успеха своим трудом, честным путём. Книга преследует и воспитательную цель. Аулдан Шахан «Миллионер» перевели на русский, башкирский, якутский и киргизский языки. В этом году эта книга впервые поступит в школьные библиотеки страны. Сауле Дожжан отмечает, интерес к литературе у детей есть, а вот детских писателей немного. Авторы нуждаются в поддержке издательств и хорошей рекламе. Тогда и читающей молодёжи станет ещё больше. Для них в ближайшие два года планируют открыть больше 200 центров для чтения. И до 2000 увеличить число каворкинг-центров в школах, сообщили в Министерстве просвещения. Гульнара Хасан, Абдуллахат Гламжан, 24КЗ. Книжный фонд школьных библиотек достиг рекордных 137 миллионов экземпляров. Больше всего насчитывается художественной, учебной, справочной, научной, детской и переводной литературы. В большом количестве представлены книги по культуре и искусству. В рамках проекта «Детская библиотека» в стране проводится поэтапная работа по модернизации школьных библиотек, открытию каворкинг-центров и повышению интереса к чтению среди учащихся. Напомню, по поручению главы государства в стране разработали и внедрили программу «Детская библиотека», которая упростила доступ детей к литературным ресурсам и способствует расширению библиотечного фонда в стране. И продолжим обсуждать тему чтения книг. К нам присоединяется писательница Заурея Торихан. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. И скажите, так как вы работаете с детской аудиторией, то наверняка знаете, какими книгами сейчас дети интересуются. Ну, я думаю, общеизвестно, что такие жанры, как фэнтези, да, детектив, какие-то более, ну, книги познавательного характера, интересные детям. В особенности можно сказать, что каждый ребенок индивидуален. И, соответственно, у каждого есть свой вкус, свои предпочтения. И когда родители навязывают свою книгу, которая нравилась им в детстве, это детям уже не нравится. Потому что дети, они же все-таки индивидуалисты у нас сейчас. И каждый ребенок хочет читать что-то свое. И поэтому я считаю, что нет такого общего, однозначного ответа. Нужно смотреть на предпочтения вашего ребенка. Нужно быть гибким, стараться дать ребенку именно то, что он сам желает. А на наших прилавках достаточно ли литературы? Я думаю, да, сейчас вполне достаточно, как на казахском, так и на русском языке. Особенно в последние годы начала развиваться именно вот казахская детская литература. Сама вся эта индустрия как-то уже пошло вот это дело, да. И я думаю, сейчас есть книги на любой вкус, в любом жанре. И главное это привить ребенку любовь к чтению с самого раннего детства. Потому что вот если почитать американские исследования, то дети, точнее именно мозг детей развивается до 5 лет примерно 85-90%. То есть если вы за это время не заложите у ребенка любовь к чтению, дальше это будет очень тяжело осуществить. И здесь уже приходит на помощь общество. То есть это воспитатели детских садов, это, допустим, в школе учителя, библиотекари. Их роль очень важна в привитии детям любви к чтению. И здесь, я думаю, очень хорошо поможет именно данная программа, которая как бы обеспечит учителей этими книгами. Но сейчас в наше время у книг конкуренты это гаджеты. Все-таки дети стараются искать информацию в гаджетах, смотрят что-то интересное. Какие бы вот вы советы дали бы, как приучить ребенка читать? Ну, есть три конкретно совета, которые вообще есть во всех книгах, по тому, как научить ребенка именно чтению. Первый совет — это покупать ребенку только то, что он сам желает, даже если это просто какие-то рисунки, книги с рисунками, это комиксы или, может, это энциклопедии. Может быть, поначалу ребенок не будет читать художественную литературу, но вы должны быть хотя бы этим довольны, спрашивать, о чем сюжет, какой там персонаж. То есть это такое интерактивное чтение. Не просто чтение, а интерактивное чтение. Второе — вы должны предоставить ребенку хорошее место для того, чтобы у ребенка было свое удобное место, чтобы он получил удовольствие от чтения. Если ребенок получает удовольствие от чтения, то он хочет читать еще и дальше, больше. Ну, а если у ребенка таких условий нет, естественно, ребенок уже не хочет читать и ничего не понимает из того, что он смотрит в книгу. И третье — это вы должны установить какое-то определенное время, допустим, вечером или когда вам удобно, хотя бы один-два раза в неделю, время чтения вместе с родителем. То есть вы должны сами показать. То есть, да, родители, они играют не последнюю роль, наверное, даже основную роль в том, чтобы привить детям любовь к чтению. Скажите, а вот на прилавках книжных магазинов казахстанских авторов достаточное количество книг? Да, в последнее время, после того, как были объявлены три года детского чтения, пошли уже какие-то подвижки, авторы начали выпускаться. Те, у которых не было раньше книг, они начали уже свои книги выпускать. И у меня тоже появились свои книги. В 2022 году, к примеру, вышла моя вот «Амина Туран в стране намадов» на казахском языке. «Кьёкубелектершахара» в этом году, они тоже выходят на русском языке. И я думаю, что у каждого писателя в последнее время уже появились свои книги. Я думаю, со временем нам нужна только именно реклама. То есть, когда есть реклама, когда есть какое-то продвижение, соответственно, уже есть интерес у людей. И что же написал этот писатель, интересно, о чём это. И тогда вот появляются как раз такие интересы у детей, когда видят живого писателя. Потому что в мыслях ребёнка писатель — это тот, который уже давным-давно умер. А когда видят живого писателя, у них появляется какой-то интерес. И когда ты узнаешь человека лично, появляется уже эмпатия и желание читать. Спасибо вам большое за беседу. Заурея Торийхан, детский писатель, была у нас в гостях. Лето — это долгожданный период детских каникул и отпусков. Но дни совместного отдыха взрослых и детей не всегда совпадают. Как организован детский досуг во время школьных каникул в Бельгии? Что могут предложить многочисленные центры для своих клиентов? В репортаже нашего субкора Жанна Тернст. Учебный год для школьников и малышей из детских садов в Бельгии длится до конца июня. На летние каникулы остаётся всего два месяца. И именно в этот период родители планируют свой небольшой отпуск — полмесяца зимой и две недели летом. У кого есть средства, отправляются в путешествие и к морю. Те, кто не располагает возможностями, стараются провести это время вместе с детьми дома. Всё зависит от среды, в которой растут дети. У меня четверо детей, и у меня самой не было родителей. Будучи ребёнком, я сама пыталась искать детские летние курсы в Брюсселе. Благо их много — спортивные, культурные, художественные. В целом, из двух месяцев летних каникул работающие родители могут уделить детям только 15 дней, чтобы побыть с ними. И это, если дети не заняты на каких-то курсах. Есть также подростковые лагеря с двухнедельными сменами. И это модель, которая в основном распространена в Бельгии. Во время учебного года все дети в Бельгии обязаны посещать детские сады и школы. А во время каникул для них открыты различные курсы. Здесь их называют стажами, потому что на них дети стажируются или обучаются чему-то полезному и интересному. Это не только отдых, но и возможность развить потенциал и творческое мышление. Завести новых друзей и запастись яркими впечатлениями. Раньше возможностей занять чем-то своего ребенка на каникулах было намного меньше. Часто я сама организовывала разные мероприятия для детей у себя дома, приглашая соседских ребят. Иногда мы даже нанимали тренеров, например, по теннису. А сейчас дети свободно ходят на плавание, дзюдо, танцы, карате. Очень много возможностей и выбора для детей. Курсы для них проходят во время всех каникул в течение года, обычно после обеда в будние дни. В королевстве нет закона, регламентирующего возраст, с которого можно оставлять детей одних дома. Но если так случилось, а дома возник пожар, и дети получили ранение или поражение электрическим током, стражи порядка имеют право привлечь родителей к ответственности. То есть оставить детей без присмотра уголовно ненаказуемо. А вот ненадлежащие условия, в которых дети при этом порой находятся, могут вызвать вопросы у полицейских. Несмотря на это, многие бельгийцы считают, что оставлять ребенка на какое-то дневное время наедине с собой иногда полезно в воспитательных и развивающих целях. Жанна Тернежу, Март Ахметов, 24КЗ, Бельгия, Брюссель. Пассажиропоток в авиации вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. Цифра приблизилась к 7 миллионам человек. Значительный рост показывает и уровень обслуживания пассажиров, который улучшился на 20%. Все это в правительстве связывают с расширением географии стран. Действуют 132 направления. Полеты осуществляются в 33 страны. Тем временем парк авиакомпании пополнился пятью новыми самолетами. Завершено строительство нового терминала в Алматы. Еще идет ремонт в аэропортах Заларды и Шимкента. Также начата реконструкция взлетно-посадочной полосы в Павлодаре. Ее запустят в 2025 году. Гидросамолет, который упал в озеро Алаколь, не был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов и эксплуатировался без специального разрешения. Об этом заявили в Комитете гражданской авиации. Там также отметили, что у пилота не было свидетельства авиационного персонала. Расследование ведут правоохранительные органы. Напомню, 25 июля на Алаколе упал гидросамолет с двумя людьми на борту. Сотрудникам МЧС удалось спасти людей. Их госпитализировали. Комитет гражданской авиации выдал информацию, что данное судно воздушное не было зарегистрировано на территории нашей страны. Сейчас по данному кейсу начато расследование. Любое расследование, происшествие, которое происходит в рамках авиации, может по законодательным нормам занять от трех месяцев до года, либо до двух. При министерстве транспорта функционирует специальный департамент. Из сотрудников данного департамента и других госорганов создается специальная комиссия, которая выезжает на место в тот же день происшествия, можно сказать, незамедлительно. В Актау строят спортивные и детские площадки. До конца года у жителей появится 10 новых зон для игр, футбола и волейбола, а также занятия воркаутом. В городе реализуют проект «Бюджет народного участия». Его смысл в том, что любой человек может подать свою идею по благоустройству или озеленению. Главное, чтобы это был проект общего пользования. По результатам онлайн-голосования, идеи победители реализуют за счет городского бюджета. В прошлом году в рамках проекта «Бюджет народного участия» были выбраны 10 проектов, набравшие наибольшее число голосов. Эти проекты реализуются в текущем году. Они размещены по всему городу. Помимо спортивных и игровых зон, мы обновляем тротуары. Более 100 столичных школьников приняли участие в экологической акции «Таза Казахстан». Вместе с активистами отрядов «Жасл-Ель» они очистили от мусора территорию недалеко от микрорайона «Коктал-2». А это примерно 10 гектаров земли. В общей сложности ребята собрали и вывезли полторы тонны отходов. Активные участники акции могут получить вознаграждение по 65 тысяч тинге. Наша задача – привести в порядок именно окраины нашей столицы, так как здесь никто практически не убирается. Такие экологические акции с участием школьников мы будем проводить еженедельно, вплоть до начала учебного года. До сентября в общей сложности мы планируем привлечь 4,5 тысячи человек. Помимо заработной оплаты, со своей стороны мы обеспечиваем их экипировкой и транспортом. Город уже более-менее чистый и вот сейчас за городом выезжаем. Первая акция была на районе Андерес, потом следующая акция была в районе Малого Тал-де-Коля и Большого Тал-де-Коля. Потом мы посетили снежный полигон, там тоже убирались. В экологической акции «Таза Казахстан» приняли участие и столичные предприниматели. Около 2000 человек, работающих в различных сферах бизнеса, собрались для того, чтобы внести свой вклад в улучшение и благоустройство города. Этот субботник яркий пример того, как совместные усилия могут привести к значительным изменениям. Представители малого, среднего и крупного бизнеса, объединившись, показывают пример социальной ответственности и гражданской сознательности. Программу «Таза Казбо» для решения экологических проблем внедрили в Усть-Каменогорске. С его помощью местные власти хотят оперативнее реагировать на обращения горожан. Параллельно будут решаться вопросы благоустройства городских территорий. Блогер Александра Осипова уже пожаловалась на ненадлежащее состояние городских зон отдыха и нечистоты в фонтанах. По информации местных коммунальных служб, претензии взяты на контроль и также курируются региональным департаментом экологии. По мнению директора областного центра экологической безопасности Даулета Осанова, такие меры ускорят решение застарелых проблем Усть-Каменогорска. Даулет больше года ждал официального ответа от госорганов, настаивал на обустройстве тротуаров и густонаселенных микрорайонах Усть-Каменогорска. Я имел сам практику, пытался на одной из улиц добиться организации пешеходного перехода для детей. И эта переписка там шла, я не знаю, несколько лет. В этот же самый, может быть, чат-бот фотографию скинул. Значит, госорган знает, что это требует повышенного внимания. И сразу, допустим, в течение нескольких рабочих дней бы отрабатывали. Берега озера Балхаш и Федоровского водохранилища в Карагандинской области очистили волонтеры в рамках акции «Таза Казахстан». А дети собрали более 100 тысяч пластиковых и стеклянных бутылок, которые обменивали на мороженое. Подробности у Марина Золотаревой. Трудовые отряды Жасл-Ель в Балхаше насчитывают 250 человек. Наплыв туристов такой, что убирать береговую территорию озера им приходится чуть ли не каждый день. К сожалению, отдыхающие оставляют после себя горы мусора. По словам директора молодежного ресурсного центра Тухтара Амантая, с начала лета жасл-елевцы вывезли более 3000 мешков с отходами. Наши трудовые отряды Жасл-Ель в рамках республиканской акции «Таза Казахстан» убирают не только береговые линии, но и территорию вокруг исторических памятников вдоль республиканских дорог везде, где бывают гости нашего города. Таким образом вносим свой вклад в развитие туристической сферы. На набережной Федоровского водохранилища города Караганды также прошел субботник. 80 человек – волонтеры, госслужащие, курсанты Академии МВД имени Баримбека Бесенова собрали мусор на берегу единственного водоема в городе, где можно купаться. Карагандин Кайша Озимбай – одна из постоянных участниц экологической акции. Мы пришли, чтобы наш Казахстан хотя бы стал чуть-чуть чище, так мы очень любим нашу родину и призываем всех, чтобы также относились со всей ответственностью к нашей земле. Каждую неделю и собираемся как минимум по 5 человек, стараемся помочь. Ну а дети городов и районов не оставили ни одной валяющейся бутылки. Они насобирали более 100 тысяч штук, тем более, что у ребят был стимул. У местных предпринимателей можно было обменять 5 бутылок на одно мороженое. Марина Золотарева, Сайран Акамбаев, Зарина Зулпыхар, Карагандинская область, 24КИЗ. Большую часть работ по строительству дороги, соединяющей Жасказган и историко-культурный комплекс Жоша-Хан, должны завершить в этом году. Реализацию проекта начали два года назад. Его общая стоимость 10 миллиардов 200 миллионов тенге. Сейчас на одном из участков дороги строят автомобильный мост через реку Харакенгар. Уже заасфальтировали половину трассы и установили водопропускные трубы. Вся протяженность дороги составляет почти 20 километров. Сдать объект в эксплуатацию намерены в следующем году, говорит заместитель руководителя областного транспортного управления Ярлан Тосупов. По плану в этом году должны завершить строительство моста и заасфальтировать оставшуюся часть дороги. На следующий год останутся работы по благоустройству трассы, в том числе установка дорожных знаков, нанесение разметки. Реализация проекта придаст импульс развитию туристического отрасли. Туристы и жители области смогут комфортно добраться сразу до нескольких исторических мест региона.